В тот момент, когда мы открываем рот, чтобы убедить наших близких о том, что мы занимаемся правильным делом, вот именно в этот момент мы проиграем в психологическом плане. Мы становимся в позицию некого такого подчиненного. И чем больше подчиненный начинает говорить, тем больше и больше это выглядит как оправдание. И тем больше сил имеют те, кто нападают в этот момент. Поэтому я могу сказать, что самый лучший способ правильной реакции, допустим, вам говорят, ты занимаешься плохим делом. Самый лучший способ согласиться. Да, я занимаюсь самым плохим делом, каким только можно представить. Я не только не заработаю деньги, я еще и буду нищий. Вот в этот момент, естественно, шок у тех людей, которые вам пытаются как-то вот сказать, что ты там не такой. Вот в этот момент у людей шок, то есть разрыв шаблона происходит. И они начинают через 2-3-4 раза вот такой реакции, начинают понимать, что лучше с вами не связываться. Потому что что бы они ни говорили, это не зацепит вас. Это работает. Пускай люди, которые сейчас, может быть, сомневаются в справедливости тех вещей, которые я говорю, пусть они попробуют, и они увидят, как это работает. Они очень сильно удивятся этому. Это и есть момент приобретения силы. Если бы я знал эти моменты, механизмы, да, безусловно, я накопил бы и сохранил бы гораздо больше личной силы. И своих людей бы тоже научил этому, и, возможно, многие люди не ушли бы из бизнеса. Очень потенциально, да, успешно люди, они уходили, потому что, ну, просто не знали, как справиться с такой бедой. А эта беда очень часто приходит в дом тех, кто начинает заниматься сетевым бизнесом. Негатив, который убивает людей просто.